Итак, как ваши дела? Вы справились с этой задачей? Давайте покажу вам, как я подошел к ее решению. Вот моя страница с галереей миниатюр. Я взял фиолетовый цвет для слогана, который я также использовал в других местах, например, в ссылках и так далее. Я изменил цвет кнопок Read Mono фиолетовый. И теперь, если вы откроете любое модальное окно, вы также увидите, что футер находится там, где и должен. Разделительная черта совпадает с нижней границей изображения и кнопка Close, конечно, того же фиолетового цвета. И, как видите, здесь все выровнено и выглядит гораздо лучше, чем прежде. Итак, позвольте мне показать вам, как я это сделал. Давайте вернемся в Sublime Text и откроем файл custom.css. Итак, после стилей для футера, но до стилей для медиазапроса я добавил несколько стилей и оставил комментарий. Для того, чтобы сообщить вам, что это стили для миниатюр и модальных окон. Если вы захотите еще раз просмотреть пользовательские стили для моего решения, то можете открыть файл custom.css из папки Final в тренировочных файлах для этой главы. Окей, таким образом я написал здесь кучу стилей, но вы можете еще не понимать, откуда я их взял. Как видите, здесь в строке 39 у меня есть класс Button Primary, который применяет к элементу фиолетовый цвет. Но как я определил, что мне нужно изменить стили именно для этого класса? Кроме того, начиная с 43 строчки по 47, есть целый ряд псевдоселекторов. Состояние hover, focus, active для класса btn.primary. Вас может заинтересовать, почему мне вообще пришло в голову написать такие стили. Что ж, на самом деле они есть в исходном файле Bootstrap. Bootstrap.minimum.css читать практически невозможно. Но Bootstrap.css вполне читабельный. Таким образом, если вы откроете этот файл, нажмете Ctrl или Command F, у вас появится маленькое поле для поиска. В выпадающем меню также есть пункт, где можно выполнить поиск. Как мы знаем, класс btn содержит большую часть базовых стилей для кнопок. А btn.primary, минус success, минус warning и другие обычно отвечают за изменение цветов, как мы знаем из опыта работы с Bootstrap. Я просто выполнил поиск для btn.primary и нашел стили, которые изначально есть в Bootstrap. Затем я просто скопировал эти стили и добавил их в мой файл custom.css. А потом я изменил цвета, соответственно, для фона и границы. Ок. Таким образом, мы изменили стили для кнопок. А затем в теле модального окна у нас были фотографии. Если вы помните, вот это полноразмерное изображение и текст находится внутри блока div с классом modal.body. И мы знаем, что к изображениям применены классы pull.left или pull.right, в зависимости от того, в какой стороне страницы они находятся. Итак, здесь я просто объединил эти два класса. Для всех классов pull внутри класса modal.body я добавил небольшую внутреннюю границу справа или слева соответственно. И, наконец, класс modal.foot относится к нашему следующему блоку div, который содержит кнопку close. Я присвоил ему свойства clear со значением both. Таким образом, я отменяю обтекание, которое задают классы pull.left и pull.right. Стадии для этого находятся в базовых файлах CSS Bootstrap. Если бы мы этого не сделали, то линия, отделяющая footer, была бы здесь. И кнопка close оказалась бы здесь, а не под самим изображением. Так как я присвоил свойства клея блоку div с классом modal.footer, мне не пришлось добавлять дополнительную разметку, только чтобы отменить обтекание. Так как в этом блоке у нас был footer, и мы в любом случае хотели, чтобы он располагался внизу, атрибут клея мне кажется хорошим выбором. Что ж, вот так я решил эту задачу. Определенно ее можно было решить разными способами, применить кнопки read mode, другие цвета, сохранив цветовую гамму, или иначе разрешить проблемы с выравниванием. И даже если вы выберете другой способ, вы сможете получить отличный результат. Ваша страница должна вам нравиться, и это единственный показатель того, решили вы задачу или нет.